Этот рецепт настоящая палочка-выручалочка, когда хочется ну очень чего-то сладенького и вкусненького, а вот готовить и стоять долго на кухне совершенно не хочется. Итак, берем три банана, убираем все лишнее и измельчаем их до состояния пюре. Я делаю это обычной вилкой, ведь у нас же абсолютно ленивый рецепт. Лучше брать бананы спелые, очень мягкие. Вот и все, пару движений и наше пюре готово. В отдельную миску разбиваем, сколько там яиц, один, два, три, три яйца. Высыпаем сахар, обычный белый, немного ванильного сахара и хорошенько венчиком все перемешиваем до однородного состояния. Миксер нам в этом рецепте абсолютно не нужен. Нам главное хорошо соединить все ингредиенты и взбить массу до легкой пены. Буквально минута и у нас все готово. Теперь выливаем растительное масло, у меня оливковое, и немного молока. Опять хорошенько венчиком все размешиваем до однородного состояния. Нам нужно, чтобы сахар хорошо растворился в этой массе. Как же это будет вкусно, вот вы себе не представляете. Теперь отправляем сюда подготовленное банановое пюре. И лопаткой хорошо пару раз еще раз размешиваем, чтобы масса стала однородной. Вот так. И теперь нам осталось добавить сюда сухие ингредиенты. Через сито высыпаем муку, теперь какао и немного разрыхлителя. Хорошенечко все просеиваем, чтобы в итоге наш десерт получился очень легким и воздушным. В принципе, этот этап можно пропустить, но я вам рекомендую не очень лениться и все-таки просеять все сухие ингредиенты. Теперь венчиком хорошенько все перемешиваем и взбиваем до однородной массы. Аромат сейчас на кухне просто невероятно шоколадный. Еще нам понадобится совсем немного черного шоколада. Измельчаем его до состояния не сильно мелкой крошки. Вот так. Высыпаем подготовленную крошку в емкость с тестом и еще пару раз венчиком перемешиваем. Боже мой, у меня уже нет сил терпеть. Настолько это будет вкусно. Аромат неимоверно шоколадный. Наше тесто готово. Осталось совсем чуть-чуть. Берем форму для выпечки. У меня вот такая прямоугольная разъемная. Выливаем немного растительного масла и распределяем его кисточкой по всей поверхности формы. Делаем это для того, чтобы наш будущий десерт не подгорел и хорошо вынимался из формы. Теперь выкладываем подготовленный кусок пергаментной бумаги. Вот так. И еще раз смазываем хорошо растительным маслом. Сначала дно, а потом все бока. Выливаем теперь сюда подготовленное шоколадное тесто и распределяем его по всей поверхности формы, чтобы пирог получился одинаковой высоты. И сверху еще совсем чуть-чуть посыпаем измельченным черным шоколадом. Вот так. Пару раз постучим по столу, чтобы вышел лишний воздух. И отправляем выпекаться в разогретую духовку. После этого достаем, даем немного ему остыть, снимаем борта формы и убираем пергаментную бумагу. Ох, до чего же нежный и вкусный получается этот пирог. Режется очень легко, а аромат ну просто сводит с ума. По желанию его можно украсить сверху сахарной пудрой или залить еще шоколадом белым или черным. Но я предпочитаю оставить все как есть, потому что этот пирог уже вкусен сам по себе. Если хотите, вовнутрь можно добавить еще любые орешки. Будет совершенно другой вкус. А я желаю вам приятного аппетита. И уже с нетерпением жду вас в комментариях. Ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего новенького. И обязательно нажимайте на колокольчик. И уже совсем скоро увидимся. Пока-пока.